Беседа 7, 358 Божественный апостол всегда говорит божественным и небесным языком, и с великим искусством преподает евангельское слово, изрекая правила веры не от собственного разума, а по царской своей власти. Преимущественно же он обнаруживает такое искусство тогда, когда обращается с речью о покаянии к согрешающим, о том же самом предмете и я буду беседовать с вами. Итак, вы слышали, коснусь сказанного лишь отчасти, как этот доблестный и дивный муж, беседуясь с коринфянами, говорил, «Боюсь, чтобы не плакать мне, пришед, а многих, которые согрешили, прежде и не покаялись». По природе этой великий учитель был человек, а по воле – божий служитель. Почему он и говорит, как бы небесным языком, и как бы, возглашая из самых небес, и грешников устрашает угрозами, и кающимся обещает прощение. Когда я говорю это, то приписываю власть не личному слову Павла, а возвожу все к благодати Божией, о чем говорил ныне он сам. Или 2 Коринфянам 13.3 Вы ищите доказательство на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Итак, он предлагает грешникам целительное врачерство и спасительное покаяние. Но сегодня с апостольским чтением совпало евангельское властное изречение Спасителя, изобильно дарующее отпущение грехов. Исцеляя расслабленного, Спаситель, как бы только что слышали вы, сказал, Чада, прощаются тебе грехи твои многие. Отпущение грехов – источник спасения и воздаяния покаяния. Покаяние есть врачерство, истребляющее грех, оно есть дар небесный. Чудесная сила, благодать и побеждающая силу законов. Почему оно ни блудника не отвергает, ни прелюбодея не отгоняется, ни пьяница не отвращается, ни идолослужителям не гнушается, ни поносителя не отметает, ни хулителя не гонит, ни гордеца, но всех применяют, потому что покаяние горнило греха. Но необходимо наперед познать намерение Божие, когда Он терпит согрешающих, приступая к такому рассмотрению не по нашим домыслам, а показывая, как истинно свидетельствуется самими Божественными Писаниями. Когда Бог долго терпит грешникам, то и имеет двоякую спасительную цель. С одной стороны, Он ищет через покаяние спасение им самим, а с другой предуготовляет благодеяния для их потомков, которые будут успевать в добродетели. Бог, повторю, опять долго терпит, чтобы и сам грешник покаялся, и своим потомкам не заключил пути ко спасению. Потому что хотя сам грешник и остается нераскаянным, Бог сейчас ищидит корень, чтобы сохранить плоды. И сейчас уже, как сказал я, исправляет и самый корень. А когда последний подвергается окончательной порче, то Бог отсрочивает наказание, ожидая, чтобы другие спаслись через покаяние. А как? Выслушай следующее. Фара, отец Авраама, был идлослужитель, однако не был наказан здесь за свое нечестие. Да это так и следовало, потому что откуда произрос бы такой плод веры, если бы Бог присяг в корень. Что хуже Исава? Посмотри здесь на другой пример божественного милосердия. Что бесстыднее его нечестие? Не он ли был блудодея и осквернитель, как сказал апостол? Не матери убийцы, не соубийцы ли он? Не убийцы ли брата, по крайней мере в мыслях? Не он ли ненавиден был Богом, как свидетельствует Писание, говоря, Иакова возлюбил, Исава же возненавидел? Если же он и блудник, и братоубийца, и сквернитель, и ненавиден Богом, то почему он не удаляется из мира? Почему не исторгается? Почему не постигает его тот же достойная кара? Почему? Подлинно следует указать причину. Если бы Бог погубил его, то мир лишился бы величайшего плода правды. А какого? Послушай. Исав родил Рагуила, Рагуилзару, Зара и Ова. Видишь, какой погиб бы цвет терпения, если бы Бог наперед предал казни корень. 360. Так рассуждая о всех событиях. Так Бог показывает долготерпение в отношении к египтянам, произносившим нетерпимые хулы. Ради тех церквей, которые цветут ныне в Египте, ради монастырей и избравших ангельское житие. В самом деле, и законоведов утверждает, и римские законы предписывают беременной женщину, если последняя совершит преступление, влекущее смертную казнь, предавать смерти не прежде, как она родит, носимая во чреве. И такой закон весьма справедлив. Составители закона не сошли справедливым губить за раз преступной матерью неповинного младенца. Если же людские законы щадят ни в чем неповинных, то не гораздо ли больше, как и должно думать, сохранит корень Бог, предуготовляя плодам Его благодеяние покаяния? Обрати, наконец, внимание на благодеяние покаяния и для самих грешников. Причина божественного милосердия и в отношении к ним та же самая. Если бы наказание предупреждало исправление, то мир окончательно бы погиб и уничтожился. Если бы Бог ускорил наказанием, церковь не приобрела бы Павла, не стяжала бы столь святого великого мужа, но Бог терпел его хулы, чтобы показать его обращение. Долготерпение Божие сделало гонителя проповедником, долготерпение Божие превратило волка в пастыря, долготерпение Божие из мытаря сделало евангелица, через долготерпение Божие мы все помилованы, все переменились, все обратились. Когда увидишь, как бывший некогда пьяницей стал постником, когда увидишь, как шокулитель стал богословом, когда увидишь, как сквернивший некогда свои уста постыдными песнями, теперь очищает душу божественными песнопениями, прославляй долготерпение Божие, восхваляй покаяние, и смотри на такую перемену, говоря, изменилась ли десница Всевышнего? Бог благ ко всем людям, но преимущественно является свое долготерпение согрешающим. Если хочешь послушать нечто странное, странное, впрочем, в обычном смысле, но истинное в рассуждении благочестия, то выслушать. Праведником Бог везде является строгим, а грешником благим. И будучи скор на помиловании, он восстановляет падшего грешника и говорит ему, разве упавшие не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? И еще, для чего отвратилась отвращением бесстыдным, несмысленная пещера Иудова? И опять обратитесь ко мне, я обращусь к вам. И в другом месте он по великому своему человеколюбию клятвой подтверждает, что спасение дается покаянием. Живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться и живу быть ему. Праведнику же Бог говорит, «Если сотворит человек всякую правду и всякую истину, и, совратившись, согрешит, не помяну правду его, но во грехе своем умрет». Какая строгость к праведнику! Какое щедролюбие к грешнику! Так Бог употребляет разнообразные различные средства, не сам применяясь, но разделяя щедроты своей благости сообразно нашей пользы. А как, послушай, если он устрашит грешника, упорно пребывающий во грехах, то приведет его к отчаянию и лишит надежды. А если похвалит праведника, то ослабит силы его добродетели и сделает то, что последний, как человек, уже удостоившийся похвалы, будет не родив к подвигам добродетели. Поэтому-то он грешника милует, а праведника устрашает. Страшно, говорит Писание, над всеми окрестными его имя Господне. И благ Господь всеческих. Страшен, говорит, над всеми окрестными народами. Что же эти окрестные, как не святые? Бог, говорит Давыд, прославляем в Совете Святых. Великие и страшные над всеми окрестными его. Если он увидит падшего, простирает руку милосердия. Если увидит стоящего, наводит на него страх. И поступает он, как по справедливости и правосудию, потому что праведника страхом он подкрепляет, а грешника милосердием восстановляет. Солом 88,8. Желает знать, как благовременно бывает его благость, и как полезно и пригодно бывает нам его строгость. В таком случае тщательно внимай словам моим, чтобы это высокое рассуждение не ускользнуло от себя. Жена грешница, погрязшая во всяком роде грехах и беззакониях, повинная в стольких грехах, одержимая бесчисленными греховными делами, возжажда спасения от покаяния проникла на пир святых. Пиром же святых я называю этот пир, потому что здесь присутствовал святой святых. Когда спаситель возбежал в дом у Симона Фарисея, пришла эта грешная жена, коснулась ног спасителя, омыла слезами ноги его и отирала волосами. И человеколюбец восстанавливает погребенную в бесчисленных грехах, говоря, отпускаются грехи ее. Я не намерен теперь исследовать все это истории, а хочу привести одно только свидетельство. Итак, смотри, какая щедрость. Его же, мира ради, говорю вам, отпускаются грехи ее многие, ибо возлюбила многие. Итак, грешная эта жена получила прощение стольких грехов, а Мария, сестра Моисея, за малый ропот осуждается на проказу. Грешникам Бог говорит, если будут грехи твои, как багряная, как снег убелю. Покаянием он изменяет мрак, свет и словом благости разрешает бесчисленные грехи. Ходящим уже в правде говорит, если скажешь брату своему, безумный, то повинен деянию огненной. За одно слово он определил такое наказание, а при множестве грехов обнаруживает великое снисхождение. 362. Заметь еще и вот, что достойно удивления. Грехи наши считаются как бы долгами, и тогда как кающимся грешникам Бог прощает весь долг. От праведников требует напротив еще и лихвы. Приступил к нему человек, который должен был много талантов, и так как он каясь и с усиленной просьбой молил о деле и сказал «Господи, потерпи на мне и все отдам», то человеколюбец не ждал уплаты, а вменил признание вместо уплаты долга. Должнику десяти тысяч талантов он просил все решительно, тогда как от праведников, говорит он, будет требовать еще лихвы. Почему не отдал серебра моего к купцам, чтобы я пришед, с лихвой нашел прибылью? Я говорю, это не потому, что Бог будто бы враждебно относится к праведникам. Для Бога нет ничего в вожделении праведника, а потому что, как я сказал раньше, грешника он утешает, чтобы восставить, а праведника устрашает, чтобы утвердить правде. И первым прощает многочисленные грехи, как врагам и надменным. В последних же строго примечает и маловажное, желая, чтобы не было никакого недостатка в их совершенстве, что в этом мире богатый, то праведник у Бога, и что в мире бедный, то у Бога грешник. Ничего нет беднее грешника, и ничего нет богаче добродетельного. Поэтому-то, оживучим в благочестии и правоте, Павел говорит, благодарю Бога, ибо в нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием. А нечестивый, блаженный Иеремия, говорит, может быть, это бедняки, которые не могут слышать слово Господне. Иеремия 5.4 Видишь, как убогими называют отторгнувшихся от благочестия. Итак, грешников, как убогих, Бог милует, от праведников же, как от богатых, взыскивает. Первым снисходит ради убожества, а от последних по богатству и благочестию строго требует отчета. Так поступает он с праведниками и грешниками, так точно поступает и с богатыми и убогими. Подобно тому, как грешника он восставляет милосердием, а праведника устрашает строгостью, так точно он проявляет свое попечение и в делах мира. Если он видит блистающих достоинств и могущественных царей, князей, всех словом, кто изобилует богатством, то говорит с ними, возбуждая страх, используя, присоединяя к власти страх. И ныне, цари, разумейте, слушайте все судьи земли, работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, потому что Он есть царь царствующих и Господь господствующих. Где начальство власти, и там Он прилагает страх своего царства. Где смирение простоты, там приносит владычество и врачество своего милосердия, потому что Он великий Бог, царь царствующих и Господь господствующих. И Он, снисходя со своего достоинства, является по изображению священного Писания отцом сирых и судьею и вдовиц, будучи в то же время царем царствующих, князем княжищих и Господом господствующих. Видишь, сколь велико Его щедрое милосердие, видишь, как полезен тот страх при благочестии и власти, которое внушает Он. Там, где Он усмотрел, что довольно будет для утешения власти, приложил в пользу и страх, а где Он смотрел угнетенное приниженностью сиротство и обнищавшее в изнеможение вдовство, там дал в утешение милосердие и отец сирот. Бог приступает двояко, является милосердией и наказывает могущество. Он называет себя отцом сирых, желая утешить несчастных и в то же время устрашить людей сильных, чтобы они не обижали сирот и вновицу, так как смерть похитила у них у одного отца, у другой мужа, то закон божественной любви восстанавливает тех, кого поразил закон природы. И та же самая благодать в лице царя святых вдове даёт судью, а сироте отца. Итак, если ты, нечестивец, притесняешь вдовиц, то раздражаешь пекущегося о них, если обижаешь сирот, обижаешь сынов божьих. Я, говорит, отец сирых и судья вдовиц, кто же так дерзок в своём нечести, чтобы обижать сынов божьих, оскорбять вдовиц, о которых заботится Бог. Видишь, как мудро уготовляет он врачество благочестия. Видишь, как он не изменяет сам, а приспособляет к нуждам человеческим. Одним внушает страх, а другим являет милосердие. Итак, воспользуемся спасительным врачеством покаяния и лучше получим от Бога врачующий нас покаяние, потому что не мы ему приносим его, а он нам даровал его. Видишь строгость его в законе, видишь милосердие его в благодати. Когда я говорю о строгости в законе, то не порицаю суда, прославляю милосердие в ангельской благодати, потому что закон неумолимо наказывал согрешающих, а благодать великим долготерпением отлагает казнь, чтобы привести согрешающего к исправлению. Итак, братья, примем спасительное врачество покаяния, примем врачество очищающее наши грехи. Но истинное покаяние не то, которое произносится лишь на словах, а то, которое утверждается делами и исходя из самого сердца истребляет скверу нечестие. Омойтесь сказанно, очиститесь, удалите злые деяния ваши от отчей моих. Что значит это излишество слов, выражений? Недостаточно ли было сказать «Отымите лукавство от сердец ваших, чтобы показать все, почему же прибавлено пред отчами моими?» потому, потому что иначе видят глаза людские и иначе видят око Божие. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Не по виду лишь притворяйтесь кающимися, а покажите плоды покаяния пред отчами моими, которые испытывают тайники сердца. 364. Но и очистившись от грехов, мы должны иметь эти самые грехи перед своими глазами. Если Бог по своему милосердию простит тебе грех, ты имей его перед глазами ради безопасности своей души, потому что память о прежних грехах предохраняет от будущих, и кто сокрушается о прежних, тот остерегается от их повторения. Потому то и Давид говорит, грех мой всегда предо мною, чтобы имея перед глазами прежние грехи не впасть в будущее, а что Бог нас такого памятования, послушай, как сам Он говорит, я есть заглаждающий грехи твои и непомнящий, ты же помни, чтобы мы могли судить, и говорит Господь, говори ты, чтобы оправдаться тебе прежде. Исайя 43, 25 Бог не требует для покаяния продолжительного срока, сказал твой грех, и ты оправдан, покаялся и помилован. Не время оправдывает, а усердие кающегося уничтожает грех. Может случиться, что и трудившийся много времени не достигнет спасения, и в короткое время искренно покаявшийся освободится от греха. Блаженный Самуил употребил много времени на молитву о Сауле, и много ночей провел без сна, молясь о спасении согрешившего. Но Бог, не взирая на время, потому что с молитвой пророка не соединилось покаяние согрешившего, говорит своему пророку, доколе ты будешь плакать о Сауле, ибо я отверг его. Слово доколе означает продолжительность молитвы, настойчивость молившегося. И Бог пренебрег продолжительностью молитвы пророка, потому что с ходатайством праведника не соединилось покаяние царя. Напротив, блаженному Давиду, который получил от святого пророка Нафана обличение греха, тотчас же вслед за угрозой обнаружил искреннее обращение и сказал согрешил я пред Господом. Одно это слово в одно мгновение произнесенное чистого сердца, тотчас же лишь только он покаялся, принесло всецелое спасение, потому что за этим словом последовало немедленное исправление. Поэтому Нафан говорит и Господь простил свое согрешение. Смотри же, как Бог медлителен на наказание и скор на спасение. И подумай прежде всего, сколько времени милосердный Бог отлагал обличение. Давид согрешил, жена понесла в очереве и никакого обличения в грехе не последовало. Целитель греха посылается после того, как родился уже зачатый от греха младенец. Почему же Бог не тотчас же привел в исправление согрешившего? Потому что знал он, что в увлечении грехом душа грешников слепотствует, что уши погруженных в глубь греха глухи, поэтому он и медлит оказанием помощи душе, в которой пылает страсть и спустя так много времени дает обличение. И в одно мгновение совершается и покаяние, и прощение. И Господь отнялся грешение твое, о домостроительство Божие, приводящее ко спасению угрозой. Видишь, как скор Бог на спасение. Точно так же поступает он и с другими людьми, медленно погибель и ускоряя на спасение. У нас людей употреблю такое сравнение. Здание строится много времени, и простой дом мы строим немалое времени, чтобы построить. Требуется таким образом много времени, а чтобы разрушить немного. А у наоборот, когда он устрояет, то строит скоро, а когда разрушает, то разрушает медленно. Скор Бог на устроении, медленно на разрушение, потому что Богу пристойно и то, и другое. В первом обнаруживается его могущество, во втором благость, по преизбытку могуществ он скор, по великой благости медленно. Слова наши подтверждаются самым делом. В шесть дней Бог сотворил небо и землю, великие горы, равнины, скалы, долины, леса, травы, источники, реки, рай, все словом, разнообразие, поражающие глаза наши. Это великое широкое море, острова, приморские и внутренние страны. Весь этот видимый мир со всей его красотой Бог сотворил шесть дней, а наполняющий этот мир разумные и неразумные существа и весь видимый нами распорядок он созидает шесть дней. И этот Бог столь скорой созданий вселенной по своей благости оказался медлителен, когда захотел погубить один город. Он хочет разрушить Ерехон и говорит Израилю, обходите его семь дней, и в седьмой день падет стена. Ты созидаешь весь мир шесть дней, и один ли город разрушаешь семь? Что же препятствует твоему могуществу? Почему не вдруг разрушаешь его? Не тебе ли восклицает пророк? О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как воск от лица огня. Исайя 64, 1, 2. Не поведай ли о делах твоей силы, говорит Давид, не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Салон 45, 3. Ты можешь переставлять горы, ввергать их в море, и не хочешь за раз разрушить одного непокорного города, и назначаешь семь дней на его разорение. Почему? Не потому, говорит, что могущество бессильно, а потому, что милосердие долготерпеливо, даруясь семь дней, как три дня Неневи. Может стать, что город примет проповедь покаяния и спасется, но кто будет проповедовать им покаяние? Враги облегали город, вождь окружал стены. Велик страх в городе великое смятение. Какой же путь покаяния открыл-то им? Послал ли пророка, прислал ли благовестника, был ли кто-нибудь у них, кто внушил бы им полезное? Да, говорит, у них был такой учитель покаяния, та дивная Рааф, которую спас я покаянием. Она была из одного и того же рода, но так как она не была одинаковых с ними мыслей, то не приобщившись их неверию, она не общилась и греху их. 366 И смотри, какая необычная проповедь милосердия, тот, который говорит в законе, не прелюбодействуй, не соблуди, переменяя слова закона по милосердию, восклицая через блаженного Иисуса, Рааф, блудница, да будет жива. Этот Иисус, сын новинов, говорящий, блудница, да будет жива, был прообразом Господа Иисуса, который говорит, блудницы и мытари предваряют вас в царстве небесном, но если ей надлежит жить, то зачем она блудница, а если блудница, то для чего она будет жива, я, указывая на прежнее ее состояние, чтобы ты подъявился происшедшей за тем перемене. Что же такого сделала Рааф, что принесла ей спасение? То ли, что приняла она не с миром сагадатая, так поступает и всякая содержательница гостиницы. Не речами одними только приобретает она спасение, а предшествовавшую им верою и любовью к Богу. И чтобы тебе знать высоту ее веры, послушай, как само Писание повествует и свидетельствует о совершенных ей добрых делах. Она жила в непотребном доме, как драгоценный камень, валяющийся в грязи, как золото, затонувшее в тени, как цвет благочестия, заглушенный тернием. Благочестивая душа была заключена в злочестивом месте. Обратите тщательное внимание на слова мои. Она приняла саглядатаев и от кого отрекся Израиль в пустыне, того Рааф проповедала в непотребном доме, для чего упоминаю я об Израиля в пустыне. Когда гора исполнена была облаком, мраком, шумом, труп, молнией и другими страшными явлениями, то есть среды огня Израиль услышал от Бога, слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь единый, да не будет у тебя иных богов, я на небеси и на земле внизу, Бог кроме меня не существует. Израиль после того, как высушил это, слил тельца и отверг Бога. Он забыл владыку, отвергнул благодетеля и говорит Аарону, сделай нам богов, если богов, то почему сделай, как могут быть богами, если их можно сотворить. Так-то слепая страсть воюет сама с собой и сама себя губит. Один вылет в телец, а неблагодарный Израиль отлетает, вот Боги Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Эти боги, одного только видит тельца, один созданный кумир, почему же говорят, вот боги. Этим народ хотел показать, что он поклоняется не тому только, что было перед его взорами, а воображает себе многобожие, высказывает свою мысль, а не просто рассуждает о лежащем перед глазами. Но возвратимся к нашему предмету. Что слышал Израиль, ограждаемой столь многими чудесами, руководимой наставлениями закона, и от чего отвергся, то прославляет Рааф, заключенная в непотребном доме. Она говорит соглядатаям, мы узнали, что сотворил бог ваш египтянам. Иудей говорит, это боги твои, которые вывели тебя из земли египетской, а блудница приписывает спасение не богам, а богу. Мы узнали, говорит она, что сотворил бог ваш египтянам в пустыне, услышали, и стаяло сердце наше, и нет в нас силы. Иисус Новина 2.9 Узнали, что сотворил бог ваш, видишь, как она верой воспринимает слово законодателя, зная, говорит она, что бог ваш на небесах вверху, на земле внизу, и кроме его нет бога. Рааф прообразовала церковь, некогда оскверненной демонским блудодеянием, а ныне принявшуюся глядатой в Христа апостолов, постных не Иисусом Новином, но Иисусом истинным спасителем. Зная, говорит, что бог ваш на небесах вверху и на земле внизу, и кроме его нет бога. Это учение приняли иудеи и не сохранили. Это учение услышала церковь и верно соблюла. И так всякой похвалы достойна Рааф прообразовавшая собой церковь. Потому ты, доблестный Павел, уразумев достоинство ее веры и смотря на нее никак на отверженное по причине прежнего состояния ее, а как на угодную богу по ее благочестивому обращению, сопричисляет ее ко всем святым, сказав, верою Авель принес жертву, верой Авраам сделал то-то и то-то, верой Ной сдал ковчег, верой Моисей сделал и совершил такие-то и такие-то дела. И упомянув по порядку многих святых наконец присовокупил верой Авраам блудница не погибла вместе с сопротивлявшимися, но приняла Саглядатаев иным путем отпустила. И посмотри, с какой великой мудростью соединяет она свои добрые дела. Когда постная царем сыскать Саглядатаев говорят ей, не вошли ли к себе мужи? Она отвечает им, да, вошли. Сначала она утверждает истину, чтобы присоединить затем ложь, потому что сама по себе одна ложь никогда не заслужит доверия, если не оградить себя наперед истиной. Поэтому-то те, кто желает солгать убедительно, сначала говорят правду и то, что известно всем, а затем присоединяют уже ложное и сомнительное. Вошли к себе Саглядатые? Да, говорит она, если бы она сначала сказала нет, то подала бы постным повод к розыску. Она говорит, вошли и вышли таким-то путем. Бегите и догоните, о, прекрасная ложь, о, прекрасный обман, не предающий на поругание божественного, но сохраняющий благочестие. Итак, если Рав покаянием удостоилась такого спасения, если она прославляется устами святых, устами Иисуса, новинного, сглашающего в пустыне, да жива будет Рав блудница, равно как и Павла, который говорит, верой Рав блудница не погибла, вместе с сопротивлявшимися. Но никем ли больше получим спасение мы, если принесем покаяние? Настоящая жизнь есть время покаяния, обременяющие нас грехи грозят нам великой опасностью, если покаяние не предотвратит наказание. Предварим лицо его во исповедании, угасим пожар греховый, не изобильной водою, а малыми слезами. Велик огонь греха, но угасает от немногих слез, потому что слеза гасит пожар греховный и омывает зловоние греха. Об этом свидетельствует блаженный Давид, когда он указывает, как сильна слеза, говорит, каждую ночь омываю ложе мою слезами, слезами омываю постель мою. Если бы он хотел означит только обилие слез, то достаточно было бы сказать слезами моими, омочая постель мою. Для чего же он наперед сказал, омываю, для того, чтобы показать, что слезы омывают и очищают от грехов. 368. Грехи служат причиной всех несчастья, за грехи насылаются печали, за грехи беспокойства, за грехи войны, за грехи болезни и все тяжкие страдания, какие только с нами не случаются. Подобно тому, как искусственные врачи не довольствуются исследованием видимых признаков болезней, а разыскивают причины видимых болезней, так и спаситель, желая показать, что грех служит причиной всех человеческих бедствий, обращаясь к расслабленному телу, так как целитель душ знал, что последний сначала расслабел душой, а затем уже и телом, говорит ему, вот ты здоров, смотри, более не греши, чтобы не случилось чего с тобой хуже. Следовательно, причиной предшествующей болезни был грех, он служит причиной наказания, он причиной печали, он бывает источником из всякого несчастья. Впрочем, я дивлюсь тому, как Бог, определивший вначале человеку печаль, наказание за грех, нарушает новым определением бывшее раньше, определение и уничтожает новым осуждением прежде бывшее осуждение. А как, послушай, за грех дана была печаль, и печалью разрушается грех. Тщательно внимая словам моим, Бог, угрожая жене и налагая наказание за преступление, говорит ей, в болезнях будешь родить детей. Этими словами показал, что болезнь плод греха, но о велико щедрый, то самое, что дал наказание, обратил в средство к спасению. Грех породил печаль, печаль истребила грех. Как черю рождаясь из дерева, губит самое дерево, так и печаль, рожденная грехом, истребляет грех, когда сопровождается покаянием. Поэтому и Павел говорит, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. 2 Коринфянам 7.10 Прекрасна печаль в душах искренно кающихся. Приличен грешникам плач о грехах, блажены плачущие, ибо они утешатся. Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании. Оправдайся перед судьей, прежде чем предстанешь предсудилищем. Или ты не знаешь, что все желающие смягчить судью, умоляют его не при самом разбирательстве дела, а умоляют еще до прихода на суд, или через друзей, или через покровителей, или каким-нибудь иным способом, тоже следует сказать относительно Бога. Во время суда нельзя уже склонить судью, до наступления суда можно умолить его. Потому-то и говорил Давыд, предстанем лицу его со словословием. Там великого судью уже не пролистит ораторское искусство, не поколеблит могуществу. Он ни на достоинство не взирает, ни лица не следится, ни деньгами не подкупается, но страшно и неумолимо его правосудие. Итак, будем здесь смягчать и молить судью, станем здесь преклонять его всеми силами, но не деньгами, впрочем, если нужно сказать правду. Человеколюбие преклоняется и деньгами, если нужно, которые принимает он не сам, а через бедных. Дай нуждающемуся денег, и ты умолил судью. Говорю это, заботясь о вас, как близких друзьях, потому что покаяние без милости не мертво и лишено крыльев. Не может окрылиться покаяние, не имея крыла милостыни. Вот почему для Корнилия чистосердечно покаявшегося, милостыни сделать крылом благочестия. Милостыни твои, говорит писание, молитвы твои зашли на небо, потому что если покаяние его не имело крыла милостыни, то не зашло бы на небо. Теперь и нам отверзло сторжище милостыни. Мы видим пленников нищих, видим бродящих на площади, видим опиющих, видим плачущих, видим стонущих. Дивное торжище принадлежит нам. Цель же всякого торжища и забота всякого купца состоит не в ином чем, как в том, чтобы за малую цену купить, что продается, а продать за большую. Не в этом ли цель всякого купца? Не с тем ли намерением начинает заниматься торговля, чтобы за дорогую цену продать дешево купленное и таким образом получить во много раз больше барыши. Такое это торжище предложил нам и Бог, приобретя оправдание недорогое ценою, чтобы за дорогую продать его впоследствии, если только воздаяние можно назвать перепродажей. Здесь оправдание покупается недорогое ценой, ничего не стоящим куском хлеба, дешевой одежды, чашей холодной воды. Если кто напоит и чашей холодной воды, истинно говорю вам, говорит учитель, духовной купели, не погубит награды своей. За чашу студеной воды есть награда, а за одежды и деньги, подаваемые с целью благодеяния, не будет награды. Наоборот, даже великая награда. Итак, для чего упомянул он на чашу студеной воды? Он хотел этим указать на милости, не требующие никаких издержек. На студеную воду ты не тратишь ни дров, не тратишь и ничего другого. Если же и так высоко оценится милость благодеяния, там, где подаяние чуждо издержек, то какого воздаяния следует ожидать от правед на судьи в том случае, когда снабжают бедных одеждами, раздают деньги и обильно наделяют прочими благами? Итак, доколе будут лежать перед нами добродетели, которые можно приобрести недорогой ценой, возьмем их, восхитим, купим у велико щедрого. Жаждущий, говорит Писание, идите к водам, и всех, кто не имеет серебра, идите и покупайте. Доколе предложит торг, купим милостыню, лучше же сказать милостыню и купим спасение. Ты одеваешь Христа, когда одеваешь нищего, это скажешь, я знаю прекрасно и твердо, это я и раньше знал, не ты первый учишь, не от тебя от первого слышу это, необычное ты проповедуешь, не необычное, а чему часто учили нас многие из присутствующих, зная и сам я, зная, что вас часто наставляли в этих и подобных истинах, но, о, если бы мы часто обучались им, хотя немного сделали хорошего, милующее нищего дает взаймы Богу, притча 19-17, дадим взаймы Богу милостыню, чтобы воспринять от него милосердное воздаяние, о, сколь мудрое это изречение, милующее нищего дает взаймы Богу, почему не сказано милующее нищего дает Богу, а взаймы дает, знало описание нашей корыстолюбия, приметилось что авственность нашу, питаемое любостяжанием ищет излишество, для того и сказала оно не просто милующее нищего дает Богу, дабы ты не подумал, что дело идет о простом возмездии, но сказано милующее нищего дает взаймы Богу, если Бог берет у нас взаймы, то он уже наш должник, и так, или должником, должник чтит дающего взаймы, судья же не щадит получающего взаймы, 371, необходимо рассмотреть еще и другую причину, почему Бог сказал, что подающий бедняку дает взаймы мне, так как он знал, что наше любостяжание стремится к прибытку, как я сказал раньше, и что имеющий деньги ни в каком случае не захочет дать взаймы без ручательства, потому что взаимодавец требует или залога, или обеспечения, или поручителя, и под этими тремя ручательствами вверяет свои деньги, то есть когда, как выше сказано, или возьмет поручительство, или залог, или обеспечение, так как знал Бог, что без таких ручательств никто не дает взаймы, что всякий руководится не человеколюбием, а взирает на одну только прибыль, между тем бедняк лишен подобного рода ручательств, потому что не имеет ни залога, ибо ничем не владеть, не владеет, ни обеспечения, ибо наград, ни поручителя, ибо по бедности ему не доверяют, так как знал Бог, что бедняк подвергается опасности по своей бедности, а имеющий деньги подвергается опасности за свое жестокосердие, то сделал себя посредником между тем и другим, для бедняка стал поручителем, а для взаимодавца залогом, не веришь, ты, говорит он, бедняку ради его скудости, поверь мне, ради моего богатства, увидел бедного и оказал сожаление, увидел бедного и не презрел, но себя самого дал порукою за неимущего, и по своей великой благости пришел на помощь нуждающемуся, о каковом его милосердии свидетельствии блаженный Давид, говоря, он предстал одесную убогого, милующий нищего дает взаймы Богу, будь, говорит, благонадежен, мне взаймы даешь, что же такое приобрету я, если даю тебе взаймы, поистине преступнейшее дело требовать отчета от Бога, впрочем, снисходя твоему беззаконию и желая милосердием победить твою жестокость, исследуем и это, какую пользу получаешь ты, когда даешь взаймы другим, какого прибытка ищешь ты от них, не на столе ищешь один, если ищешь законные лихвы, а если обогащаешься, увлекаясь своей алчностью, то соберешь двойной или тройной неправедный плод, но я награждаю большим твою страсть и любостяжание, иду дальше от твоих ненасытимых желаний, богатством моим покрываю твои безмерные стремления, ты ищешь в сто раз меньшего, а я даю тебе в сто раз большее, итак, ты заимствуешь, Господи, ты берешь здесь от меня взаймы милостыню, подаваемую нищему, чтобы некогда мне воздать ее, тогда я ищу договор и желаю утвердить взаимные условия, объяви мне время уплаты и назначь определенный срок, когда я получу обратно долг, совершенно излишне такие условия, верен Господь во всех словесах твоих, но так как честный должник обыкновенно определяет срок и назначает день уплаты, то послушай, когда и где воздаст тебе долг тот, кто взял у тебя взаймы через нищего, когда сяется им человеческий на престоле славы своей и поставит овец, одеснуя себя, а козлов с левой стороны и скажет сущим правой стороны, здесь обрати внимание, как честно поступает должник по отношению к взаимодавцу, с какой великой благодарностью воздает взявший взаймы, придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира, за что? За то, что алкал и дарим не есть, жаждал и напоили меня, был наогадели меня в темнице и пришли ко мне болен был, болен был и посетили меня, был странником и приняли меня. Тогда хорошо послужившие в этой жизни, взирая на собственную немощь и на достоинство взявшего взаймы, говорят, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и напоили, напитали, жаждущим напоили, Тебя, на которого отец всех уповает и дадаешь им пищу в изобилии, о, великая благость, он скрывает свое величие ради милосердия, ибо алког и дали мне есть, о, великая благость, о, безмерная милость, дающий пищу всякой плоти, отверзающий руки свои, исполняющий всякое животное благоволение, алког говорит, и дали мне есть, не по унижению своего достоинства, а по человеколюбию своему, ставшему порукой за бедных, жаждал и напоили меня, кто говорит это, тот, кто вливает водное естество в озера, реки, источники, тот, кто говорит евангелие, верующий в меня, как сказано в Писании, у того, из чрева потекут реки воды живой, тот, кто сказал, жаждущие, приходите ко мне и пейте, но говорит еще, наг был и одели меня, мы одели того, кто одевает небо облаками, кто облекает всю церковь и вселенную, все, говорится в Писании, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, в темнице был, ты ли в темнице изводящий окованных, изъясни, что говоришь, потому что величие отрицает говоримое тобою, когда видели мы тебя в такой нужде, когда сделали это, так, как отвечает он, сделали одному из меньших всех, то сделали мне, неистинно ли изречение милующее нищего дает взаймы Богу, и вот, что заметь, удивительно, ни о какой другой добродетели не упоминает он, кроме дел милостыни, хотя и мог сказать, придите благословенный, потому что вы целомудренно жили, потому что сохранили девство, избрали евангельское житие, но умалчивает об этом не потому, чтобы недостойно было упоминания, а потому что эти добродетели ниже милосердия, но как этим стоящим одесную он назначил царство, дарованное за милосердие, так наоборот, стоящим с левой стороны грозно изрекает наказание за непринесение плода милостыни, идите проклятые во мрак кромешные уготованные дьяволу и ангелам его, почему, за что, за то, что алкал и не дали мне есть, не сказал за то, что благословили, прелюбодействовали, за то, что воровали, лжесвидетельствовали, за то, что нарушили клятву, нет, нет сомнений и эти пороки, но более простительные, чем бесчеловечие и не милосердие, почему, Господи, не упоминаешь ты о других грехах, не сужу, говорит, грех, но жестокость, не сужу согрешивших, но не покаявшихся, за жестокосердие осуждаю вас за то, что имея такое великое и сильное врачество к спасению, милостыню, которое заглаждается все грехи, вы презрели такое благодеяние, и так, я поношу жестокосердие, как корень зла и всякого нечестия, хвалю напротив милосердия, как корень всех благ, и одним угрожая огнем вечным, а другим обещает царство небесное, хороши владыко обетования твои, прекрасное и твое ожидаемое царство, равнополезно и гигиенно, которой ты угрожаешь, одно, потому что поощряешь нас, другая, потому что устрашает, прекрасно поощряет царство, а гигиенно к пользе устрашает, потому что Бог грозит гигиенно не потому, чтобы желал верность гигиену, а чтобы избавить нас от гигиенно, если бы Он хотел наказать, то не грозил бы наперед, чтобы мы не предостерегались и не избежали угрозы, Бог угрожает мщением, чтобы мы избежали действительного мщения, устрашает словом, чтобы не наказать самым делом, итак, дадим Богу взаймы милосердия, дадим взаймы, чтобы, как я сказал раньше, обрести его должником, а не судьей, потому что должник стыдится заимодавца, стыдится и оказывает ему почтение, если заимодавец придет к дверям должника, то последний убегает, если не имеет средств к уплате, а если имеет, смело принимает его, а обрати внимание еще на нечто другое, что заставляет удивляться праведному судьи, если сравнить это с образом поведения людей. Если ты дашь займы какому-нибудь бедняку, а должник впоследствии разбогатеет, окажется наконец в силах уплатить долг, тогда он отдает его таять от людей, чтобы не испытывать стыда за прежнее свое состояние, и выражает взаимодавцу судьбы. Бог же поступает не так. Он тайно берет займы, а возвращает долг явно, потому что когда он получает заем, то получает его через тайную милостыню, а когда отдает, то отдает перед взорами всей твари. Но может быть кто-нибудь скажет, почему же Бог точно так же, как он даровал мне богатому, не дал и бедному? Конечно, он мог дать одинаково и тебе и убогому, но не пожелал он, чтобы твое богатство было бесплодным, и его бедность оставалась без награды. Тебе, богатому, он повелел богатеть милостыней и расточать в правде, ибо расточил, сказано, раздал, нищим правда пребывает вовек. Видишь, что богатый посредством милостыни собирает себе в правду вечную, рассуди опять о бедном, у него нет богатства, которым он мог бы заслужить правду, но зато у него есть бедность, которую он приобретает терпение вечное, ибо терпение у богих не погибнет вовек. О Христе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь.